Приветствую вас, я бы не сказал, что у мужчины есть какие-то проблемы с головой, потому что это поведение довольно такое рациональное, последовательное и собственно направленное на только одно большому счету, направленное это поведение на получение выгоды вашим молодым человеком. Ну вот молодым человеком, о котором вы пишете. То есть на самом деле для того, чтобы было вообще понятно вам немножечко, что происходит, чтобы вам было понятно как, чего вообще и что, посмотрите вначале на то, кому выгодно. Вот кому выгодно, то это происходит. Знаете, дело в том, что вот человек, который, ну вот как вы говорите, имеет определенные проблемы с головой, да, он никогда не сделает чего-то себе во благо. Ну потому что у, как бы, подобных людей нету таких вот возможностей. У подобных людей нет возможности реализовывать, реализовывать свою выгоду самостоятельно. Так что делать. Вот. Поэтому первонаперво я рекомендую вам обратить свое внимание на это. Это, значит, один момент. Второй момент. Второй момент. Второй момент. Мужчина явно не готов к серьезным отношениям. Т.е. он понимает, видит и чувствует, он чувствует, еще раз вам повторяю, да, он чувствует, что вы в нем нуждаетесь. Он чувствует, что, ну как бы вот, что с вами у него отношения могут быть серьезными, и он этого не хочет. Вот. То есть, с одной стороны, с одной стороны, ему вроде бы как это нужно, да, с одной стороны. Но с другой стороны, мужчина явно не готов к тому, чтобы с вами строить, ну вот, действительно, такие, знаете, серьезные адекватные отношения. Вот. Ну, не готов. Человек к этому. Вот. И это, в общем-то, нужно достаточно хорошо понимать. Вот. И объясняется это его поведение далеко не тем, что у него не все в порядке с головой, а тем, что мужчина не хочет быть с вами. Мужчина не хочет взаимодействовать с вами. Мужчина не горожит вами настолько, насколько вы горожите им. Да, это неприятно, это больно. Вот. Но тем не менее, тем не менее, ситуация именно такая вот. Ситуация складывается именно так, что мужчине вы нужны только, видимо, как-то вот под определенным углом, да, под определенным соусом. И все, и больше ему, как бы, ничего особо не нужно от вас взамен, да, потому что, ну, в противном случае он бы уже давно с вами был бы на постоянной основе. Вот. Значит, это, это вот, как бы, такой момент. Далее, смотрите, вы пишите, что меня бросил парень на второй раз. Ну, тут, как бы, тоже момент, на мой взгляд, довольно серьезный. Если вас бросает парень уже второй раз, ну, может быть, именно в вашем поведении что-то не так. Ну, понимаете, может быть, в вашем поведении как-то, ну, что-то вот неверно происходит. Может быть, вы свое поведение выстраиваете так, что мужчина, например, вами, ну, просто-напросто не дорожит. Вот. Может, может, может же, такое быть правильно. Вот. Ну, на мой взгляд, вполне может быть. Вполне может быть. Вот. И здесь, опять же, нужно подумать. А почему так произошло? Вот вы говорите, что он, значит, меня бросил второй раз. Ну, и, соответственно, вы ему поверили, получается, в первый раз. Вот вы говорите, что я влюбилась, потом снова к нему приехала. Потом вдруг пропал и в итоге написал, что хочет побыть один. То есть непонятен временной промежуток, конечно, вот этого вот, того, что вы написали, да? Не очень понятно. То есть, когда была курортная тричка, почему вообще была курортная тричка у вас с мужчиной, да? Вот. Понимаете ли вы, что курортные трички, в принципе, не могут ничего серьезного дать, потому что, ну, на то они и курортные трички, как бы. Вот. Ага. И, что заставило вас, значит, использовать именно такую форму взаимодействия с мужчиной, ну, с мужчинами, да? Понимаете? Понимаете? Вот. Этот момент здесь именно такой. Почему вы выбираете модель поведения такого типа? Для себя. Именно для себя. Почему такую модель вы выбираете? Понимаете? Вот. Это важно. На самом деле. Это очень важно. Вот то, о чем я говорил. Значит. Дальше. 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 Что происходит у нас с вами дальше? Значит. Я очень переживала, когда он пропал. Да? Очень переживала. Почему? Вот. Ну, почему вы переживали? Что заставило вас переживать? Какие ваши чувства были в этот момент задетых мужчин? Понимаете, да? Какой момент? То есть, как бы, нужен анализ, анализ того, как вы оказались в этой всей ситуации. Понимаете, в чем дело? Вот. Нужен анализ, аналитика нужна. Так, и почему вы в данной ситуации оказались, что заставило вас оказаться в данной ситуации? Ну, например, я говорю сейчас просто как пример, просто как индикатор своего рода. Вот. Дальше, значит, вы ему поверили, когда он вам написал, что все понял, происпрощение. Все это время был на связи и строил планы. Ну, вот тоже, понимаете, момент какой. То есть если мы говорим о человеке, да, ну здесь вот, о мужчине, если мы говорим о том, кто вас уже бросил, кто вас уже обманул несколько раз, да, и так далее, то здесь важно, конечно, то, почему вы человеку поверили. Вот. Что заставило вас поверить ему. Вот. Ну, то есть конкретно. То есть конкретно. Что и почему заставило вас ему поверить. Какие, так скажем, элементы в его поведении, какие, так скажем, ситуации и так далее. Что заставило вас ему поверить. Это очень важный момент. Да. Понимаете, о чем идет речь? Какие мотивы заставило вас это сделать? Далее. Я приехал опять. Вот знаете, какая штука получается? А вы почему-то приезжаете к мужчине. Да? То есть не он к вам, а вы. Вот тоже довольно такой, ну, важный момент. А почему вы, что приезжаете к нему только? Почему не он, не он, а сам это делает? Понимаете, да? Какая вещь? Ведь мужчина, он ведь должен как-то вот, ну, все-таки по настоятельной инициативу проявлять. Вы так не считаете, ну, вот, сами вы. Сами вы не считаете, что мужчина должен инициативу проявлять. Именно, как бы, ну, как первый, как мужчина, да? Далее. После чего поехал на работу, а вечером приставил СМС, нам лучше остаться друзьями. Ну, здесь нужно сказать обязательно то, что человеку, человеку, скорее всего, скорее всего, показалось, именно показалось, ключевой момент, что за столько времени вы могли как-то к нему остыть, да? Как-то к нему там, ну, например, охладить, да? И, собственно, можно будет с вами построить, ну, немножечко такие вот другие отношения, более приемлемые, скажем так, для мужчины. Вот. Когда он с вами увиделся, он понял, что вы не поменялись. Он понял, что вы не изменились, он понял, что вы по-прежнему готовы с ним быть в отношениях, по-прежнему серьезно настроены. Вот. А серьезные отношения к мужчине, ну, как мы уже сказали, они ему не нужны настолько, насколько это нужно вам. Вот. И, собственно, все. И поэтому он тут же дал задний ход, потому что ему показалось достаточно неудобным, именно для него неудобным. Что вы вновь его как бы облагаете какими-то обязательствами. Вот. Ну, его как мужчину, да? Вот. Вы облагаете вновь какими-то обязательствами, которые ему, в общем-то, совершенно не интересны. Вот. Ну, в силу, так скажем, его склада характера, в силу его, значит, поведения, в силу его каких-то особенностей. Ну, не нравится ему то, что вы к нему там испытываете более серьезные чувства, потому что он же понимает, что вы же требовать начнете папу потом. Вот. Вы же будете требовать от него, вы же будете что-то ждать от него, вы же будете что-то просить от него. Вам же нужно будет что-то давать, вам же нужно будет что-то объяснять, вам же нужно будет быть должным. Понимаете, какая штука? Вот. А должным мужчина быть не хочет. Он не готов к тому, чтобы быть должным. Ну, пока, пока еще. Вот. И именно отсюда, именно из-за этого, именно по данной причине он и, как бы, оттолкнул вас. Ну, оттолкнул, как бы, вашу инициативу, да? Понимаете, какая вещь получается? Вот. Значит, вопрос к вам. Случит так. Почему вы такая доверчивая? Насколько вы уверены в себе? Насколько вы цените себя? Насколько вы уважаете себя? Насколько вы любите себя? Вот я сейчас открыл другой вопрос, который вы тоже задавали. Давайте разберем и его, потому что это было хоть и три года назад, но я полагаю, что проблема осталась все той же. Три месяца я общалась с одним мужчиной, он мне очень нравится и мне казалось, что я ему точно. При этом у каждого из нас была своя жизнь. Я знаю, что это плохо, но я не могла от этого отказаться, что именно, как бы, от чего именно отказаться и что плохо, не очень понятно. И вот он перестал мне отвечать. И на фейсбуке не ответил на мой запрос за другую тебе. Мне стало больно и обидно, ведь я от него ничего не требовал, у нас было легкое и ненавязчивое общение. Ну, опять же, понимаете, вот здесь как бы тоже самое происходит. Своим поведением, своим настроем вы, мужчин, от себя отталкиваете по какой-то причине, да? Может быть, вы неинтересны, может быть, вы откровенно растворяетесь, может быть, вы производите впечатление поверхностной девушки. Понимаете? Вопрос в том, почему вам стало больно и обидно, что вы потеряли. Ведь если бы общение было легкое и ненавязчивое, как вы говорите, то боли и обиды не было бы. Значит, общение было подкреплено каким-то вашим желанием. Вот, и необходимо понять, для чего вы общаетесь с мужчинами. Ну, с мужчинами, вот с тем мужчиной, с этим мужчиной, да? Вот. Поэтому очень дружелюбные и добрые. Но это, опять же, ваша оценка, мужчина может считать другом. Не могу поверить, что он так за мной поступил. Потому что, если вы поверите, то вам придется меняться. А меняться вы не хотите, боитесь. Вот. То есть, есть своего рода такая детская позиция у вас немножечко. Я знаю, что когда тебе отвечают, чаще всего не отвечают, а чаще всего причина одна. Не хотят. Но я просто не могу в это поверить, вспоминаю нашу последнюю встречу. Или не хочу верить. Да, вы не хотите верить, потому что для вас это означает невозможность удовлетворить ваши какие-то желания. Отребность. Я удалил его через телефон, но оказалось, что помню по памяти. И вбила снова ВКонтакте. Зачем? Зачем удалили и зачем вбили ВКонтакте? Понимаю, что просто не хочу закрывать эту дверь навсегда. Почему не хотите? И вот мой вопрос. Если я ему позвоню через несколько месяцев, просто поздравить днем рождения, не будет ли это навязчиво с моей стороны? Будет навязчиво, потому что через несколько месяцев звонить, поздравлять днем рождения, это явно означает, что вы чего-то от мужчины хотите. Не будет ли это выглядеть так, как будто у меня совсем нет чувства собственного достоинства? Ну, к сожалению, я склоняюсь к тому, что будет. Конечно, скорее всего, через несколько месяцев я про него уже забуду и сама не хочу звонить. Но, понимаете, сейчас мне легче оставить эту возможность. Правильно ли это? Нет, неправильно, потому что вы через людей, через мужчину в данном случае пытаетесь реализовать свои потребности. Ваша потребность в том, чтобы любить, Ваша потребность в том, чтобы быть любимой, она мешает. Она мешает вам адекватно вести себя, ну, с мужчиной, с мужчинами. Ну, вообще. И, соответственно, почему так происходит? Да. Потому что ситуация как складывается? У вас есть потребности, ну, определенного рода, да, у вас есть потребности, и вы эти потребности пытаетесь удовлетворить. Ну, естественно. Естественно, вы пытаетесь их удовлетворить. Это нормально. Вот. Только вот, удовлетворяя свои потребности, вы, значит, ну, Вы выбираете неверный способ, понимаете? Вы выбираете неверный способ, потому что, потому что люди не должны вас удовлетворить. Люди не должны давать вам то, чего вы хотите. Ну, как бы, то, что вам нужно. Люди не должны вам этого давать. Понимаете? Какая штука. Свои собственные желания, вот то, из-за чего вам больно и обидно, когда мужчина перестал с вами общаться. Вам необходимо реализовать, реализовывать, учиться реализовывать самостоятельно. И тогда, тогда проблем у вас не будет. Ну, вообще никаких проблем не будет. Тогда у вас. Понимаете? А пока вы что? Ну, вы чересчур заинтересованы в том, чтобы быть с этим, с мужчинами. Потому что вам, вам, ну, чего-то не хватает. По жизни вам самой чего-то не хватает. Понимаете? Какая штука. И вы пытаетесь, вот то, что вам не хватает, да, вы пытаетесь реализовать, среди других людей. Вот. А другие люди, они не хотят, чтобы вы реализовывали что-то через них. Другим людям это неприятно. Вот. И поэтому у вас не получается построение отношений с людьми. Вот. Подумайте об этом. Пожалуйста. Как следует. Прикиньте все, что я сказал. Да. И поймите, что у вас либо страх по настоящему близких отношений, что вы выбираете себе таких мужчин. Либо негативный родительский сценарий у вас, который не позволяет вам, ну, вот, тому поведению, которое у вас есть, тому восприятию мужчин, какое у вас есть. Вас же этому поведению кто-то научил. Правильно? Вот. Ну, и, соответственно, возникает вопрос. Кто? И вот именно с этим и предстоит работать с установками, которые заложили в вас ваши родители. Ну, или окружение. И вот только тогда, проработав все эти установки, проработав детско-родительские отношения, научившись более ценностному отношению к себе, вы сможете выстраивать гармоничные, здоровые, равноправные отношения с другими людьми. Ну, вот с мужчинами, в частности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.